Добрый день, мои дорогие друзья! Ну вот сегодня я опять с вами, я Владимир Захаров, профессор, и я хочу рассказать вам, продолжить свой рассказ об Александре Исаевиче Солженицыне. Я закончил рассказ о том, как он передал мне свои рукописи, письма, и через день я уехал из Москвы в Кисловодск. Никто меня, к счастью, по дороге не сдержал, все было спокойно. Я доехал до Кисловодска, тогда поезд приходил в Кисловодск утром, рано утром. Меня встретила супруга, и первое, что она сказала, говорит, ты знаешь, вчера был обыск в Ставрополе у Виктории Михайловны. Я говорю, ну тогда знаешь, тогда давай мы так, сейчас пусть люди уходят, давай посмотрим. Как бы смотрю, никого за мной слежки нет. И я тогда, значит, говорю, ты постой, пожалуйста, там с моим чемоданом. Вот, я пошел в камеру хранения, она была из ячеек. Не издавать себе надо было какому-то человеку, а вот ячейки. Я поставил туда портфель, где были вот все эти материалы, рукописи Солженицына. Поставил в эту камеру, закрыл, набрал там номер какой-то, придумал. Вот, ну и мы пришли домой. Пришли домой тихо, спокойно, никаких, это самое, никто не стучит в дверь, никто не приходит. Вот, я так вот до девяти часов перекантовался в доме, а потом, говорю, ну я поеду к Мусе. Я пошел, пришел на вокзал, купил билет, все так как бы посмотрел, как будто бы никто, сторонних лиц нет. Ну, я уже научился это следить и знать, видеть слежку, вот, потому что уже она была за мной. Вот, ну, я взял портфель, сел в электричку, прям буквально перед ее отходом. Вот, я прыгнул в дверь, она тут уже закрылась, и, в общем, я уехал. Я приехал в Новопятигорск, пришел к Мусе, все отдал, рассказал ей все, мы посидели несколько часов. Вот, я все подробно ей рассказывал, вот, оставил все это. Она была очень довольна, ой, Володя, вы просто... Ну, и так, как бы, так сказать, все прошло. Прошло, я вернулся домой, и вы знаете, прошла неделя. Спокойно, тихо, спокойно, вот, приехала приемная дочь Виктория Михайловна, Галочка, вот, рассказала о том, как был обыск у них. Вот, так сказать, там искали материалы одного врача, который писал романы и повести. Вот, Борис Петрович Павлов такой был. Вот, а у меня Борис Петрович передал мне фотокопии всех своих романов, всех своих повестей. Он был, преподавал моей супруге. Он заработал в психбольнице, а супруга специализировалась по психотерапии. И он кандидат в медицинских наук, и он преподавал ей. Поэтому мы часто встречались, общались, семейно общались. Вот, и надо было такому случиться. Он написал, вы знаете, в то время все знали Владимирскую психбольницу, где очень много лежало инакомыслящих, как это называли. Но никто не знал, что второй такой же крупной больницей была Ставропольская психбольница. В ней тоже лежало немало инакомыслящих. И Борис Петрович написал повесть о том, как советская медицина, как советская психиатрия использует свои методы для перевоспитания, для выявления каких-то сведений о этих инакомыслящих. И вот все это он написал в своем небольшой повести. И надо было такому случиться, что он дал ее почитать директору книжного магазина Эллочке Красновой. А она была дочь директора, бывшего директора Ставропольского музея. Она прочла, все, она у нее лежала, он должен был зайти в среду. В среду нет, в четверг нет, а в пятницу к ней в магазин приезжает главврач психбольницы Доршт. Вот. И она по глупости говорит, вы куда едете? Вы в больницу? Да-то я в больницу еду уже. Вот. Передайте, пожалуйста, эту папку Борис Павлову. Ну, он говорит, хорошо. Сел в машину, открыл папку, начал читать. И, о ужас, он говорит, поворачивай криком партии. Вот. Приехал ко второму секретарю, пригручил ему. Тут началось целое следствие. Бориса Петровича обвинили в антисоветизме, естественно, все. Обыски у него, забрали все рукописи. А у меня, он отдал мне все фотокопии. Он сделал фотокопии заранее, они у меня хванились. Что делать? Галя приехала, говорит, Борис Петрович просил, чтобы эти фотокопии никуда не ушли. Но самое интересное, что он передал мне тогда, зная, что я поеду к Солженицыну, он передал мне свое письмо в защиту Солженицына. Причем подписал свои фамилии. И когда я, Александр Александрович, сказал, что, вы знаете, очень хорошее письмо, но я думаю, что это псевдоним. Я говорю, да нет, он же подписался своей собственной фамилией. Да вы что? Но он что, не понимает, что у него будут огромные неприятности? Вы, пожалуйста, передайте, чтобы он никому его не показывал больше. И вот так это все дело, вот так закрутилось. Ну, потом пришли ко мне. Я работал в это время в Доме культуры курорта. Вдруг прибегает заместитель главного директора и говорит, Володя, вас срочно, директор просит. Я захожу, кроме директора, там еще два молодых человека. А директор говорит, вот с вами хотят поговорить. И сам сразу тут же выскочил из кабинета. Они говорят, да вы знаете, мы к вам пришли, а там только собачка лает, никого нет. Вот, а мы хотели бы у вас там побывать, вот в квартире вашей посмотреть, как вы живете. Я говорю, ну пойдемте. Я-то понял, кто это такие. Вот, в общем, пришли все, и потом у меня начался область. Ну, поскольку я уже был подготовлен, поэтому все было убрано из дома, ничего они не нашли. Ну, для видимости, кое-что взяли. Вот, ну, например, у меня была ксерокопия рассказа Марины Цветаевой «Дом у старого Пимена». Это ксерокопия, этот рассказ был опубликован в журнале «Москва». Но ксерокопию делали, делал парень из КГБ. Он заведовал, там был ксерокс, вот. И мой друг попросил, и он сделал. И они спрашивают, откуда у вас ксерокопия? А ксерокопии тогда еще не было нигде. Только у них было. И я же не могу сказать, предать человека. И я это самое... Я говорю, что, да вы знаете, я купил вот в Москве, там есть такой книжный развал, и я там купил. Ну, и, в общем, все это закончилось, так сказать... Но они говорят, мы должны забрать ее. Ну, хорошо, забрали. Вот, так что ничего другого они больше не нашли. Вот, они спрашивали меня, да, скажите, а вот вы знаете вот такого писателя-солженица? Я говорю, да, конечно, я читал его вещи. Ну, у меня, поскольку я из дома все это вынес, да, у меня не было. Я говорю, да, я читал, они опубликованы были, все. А вы с ними не встречались? Я говорю, нет, я даже не знаю. В общем, на этом закончилось. Так что это был первый обыск, ну, не последний, но первый был. И я приехал к Мусе, и сразу Мусе сказал, что вот так и так, Мария Васильевна, нужно срочно убрать все материалы солженицынские из дома. Она говорит, Володя, куда же я их отдам? Ну, вы понимаете, Леониду Николаевичу Польскому нельзя, у него могут быть обыски. Я говорю, давайте я отнесу все это к вашей подруге. А дело в том, что недалеко от нее жила уже вдова такого известного историка из Оржнякидзе, Скицкого. Она тоже, они были друзьями, и когда Скицкий ушел на пенсию, они переехали тоже в Пятигорск, недалеко купили дом. И я к ней все это отнес. И так у нее это хранилось. Так что вот эта часть архива, она сохранилась, она была цела. И она потом попала уже, вот в архив Солженицына вошла уже. Говоря о творчестве Солженицына, я говорю совершенно отчетливо, ведь поймите правильно, сейчас что только не придумывают. И что он еврей, и что он, ведь отчество у него Исаевич. На что я рассказываю, я говорю, что вы знаете, в то время крещение происходило в церкви, и священник, когда приносили ребенка, священник обычно говорил, так, какого числа он народился, ему говорили. Он откивал месяцы слов, и под этой датой смотрел, ага, так, кто поминается в этот день. Вот такие-то имена. И, пожалуйста, из этого имени, из этого списка выбирайте. И поэтому, когда крестили его отца, то на этот день выпал вот Исаия. Ну и взяли, значит, его назвали Исаия, ну и что тут? Иван тоже еврейское имя, понимаете? Так что не надо думать, что Иван это русское имя. Вот. Поэтому никакого отношения к евреисту он не имеет. Хотя что только не придумывали, понимаете? Вот обвиняли его там во всем. Ну, мне пришло встречаться с Наташей, с первой женой. Муся дала мне письмо и сказала, Володя, вот вы сейчас будете опять в Москве, вы, пожалуйста, зайдите к ней. Вот ее адрес, телефон и все. Все. Зайдите и не уходите от нее, пока она не даст ответа. И она просила, чтобы она дала ей развод, официальный развод, стал жениться. Потому что он никак не мог жениться на своей второй жене. Вот. И детей не мог никаким образом, что это его дети. Вот. И я пришел к ней. Знаете, она уже была, успокоилась. Вот. Во-первых, она получила все, что хотела, получила квартиру. Вот. У нее уже был любовник, молодой человек. И я когда позвонил в дверь, все, он открыл и тут же быстренько смыться ушел. И мы с ней разговаривали. И я сказал, что вы знаете, Наташа, я вот, Мария Васильевна просила меня не уходить, пока я не уходил. Вы не скажете свое решение. И она так подумала, подумала, сказала, скажите Мусе, что я дам ему развод. Я говорю, большое спасибо вам, все. И Мусе действительно дала ему развод, все, так сказать. И Солженица смог тогда оформить брак со своей второй женой и усыновить своих детей. Вот. Это вот такие были вот перепитии, понимаете, с которыми приходилось постоянно сталкиваться. Уже когда здесь, в Москве, я встречался с Алей, то, ну, мы с ней у нас не свои отношения. Вот. Поэтому она спрашивает, Володя, а у вас автограф цел? Я говорю, да. Володя, берегите его, такого автографа нет ни у кого в мире, только у вас одного. Вот этот автограф сейчас, ну, хранится в той библиотеке, которую я привез сюда в подарок Карачаевску. Вот. Так что вот такие вот вещи, они, знаете, они связаны и с какой-то историей. История – это часть моей жизни оказалась. Вот. И связаны с историей нашей советской литературы. Очень сложной историей, вот, которую нельзя вот так вот одним махом как бы разрубить и сказать о ней в двух-трех словах. Вот. Вот. Но я хочу еще сказать о том, что до сих пор считают ошибочным. Кисловодский, что Солженец родился в доме у своего деда. Этот дом находился, его потом разруб, специально уничтожили, вот, при советской власти. Поскольку было паломничество, люди ходили. Этот дом Щербаков был двухэтажный особняк, значит, вот, я бывал в этом доме много раз. Но на самом деле Солженица родился не в этом доме. И Марья Васильевна мне рассказала, говорит, Володя, пойдемте, я вам покажу дом, где родился Солженица. Он цел. И там был санаторий «Симашка». Вот, если смотреть, вот, санаторий «Симашка» находится с правой стороны, а с левой стороны, вот, был дом Щербаков. А за санаторием «Симашка» гора идет, и на этой горе стоит такой двухэтажный маленький домик. Там тогда была почта. Вот. Она говорит, вот в этом доме, этот дом тоже был Щербаков. Но в этом доме жила дочка Щербака со своим мужем и с его детьми. Она вот вышла замуж, и там были, так сказать, у мужа были уже дети. Он был вдовец. И она жила там. И Таисия, так звали мать Солженицына, Таисия приходилась к ней часто в гости, ну, все-таки сестра родная. Вот. И так получилось, что она пришла к ней в гости, и тут ее начались схватки. И уже было невозможно никуда ее перевезти через овраг. Просто одни состояния уже. Воды отошли, все. Ну, там пригласили, срочно вызвали каких-то там медиков. Все. И Александр Исаевич родился вот в этом самом домике, в этом двухэтажном небольшом домике крошечном. Вот. И он пробыл там, ну, примерно неделю. Потом уже, когда можно было и матери вставать ходить, там все, их перевели уже в дом к родителям. Вот. И он жил уже в этом доме Щербаков. Так что вот такие были истории, которые, вот, знаете, об этом никто не знал. И в Кисловодске, когда я все это рассказал, они говорят, ну, мы, так сказать, знали, что там какие-то родственницы, вот, что сестра, дочь Щербака жила. Но что она, что именно здесь разложится, это, конечно, для нас открытие. Так что вот, пусть это маленькие вещи, понимаете, но это такие детали, которые... Так получилось, что на сегодняшний день знаю только один я. Единственный остался свидетель этих рассказов. Я понимаю, что Мария Васильевна не врала ни в коем случае. Она просто мне показывала то, что я потом к этому домику водил очень многих писателей, поэтов, показывал. И вот я потом работал в санатории имени Горького, потому что от меня тут же избавились в доме культуры, курорта после обыска. Вот. И в этом санатории был небольшой, 150 человек отдыхающих, но это бывший санаторий Академии наук. И вот, понимаете, туда продолжали приезжать писатели, поэты, ученые. И таким образом я познакомился с юностью, я познакомился с очень многими учеными, которые потом приняли участие в моей судьбе. Когда меня исключили из педагогического Ставропольского института, то в 69-м году я не мог, никуда меня не брали, ни на работу, ничего, это была целая проблема. Но потом уже, когда я жил в Кисловодске, они помогли мне восстановиться в Московской государственной заочной пединституте. И там я учился, но мне сказали, Володя, никаких документов на руки ты не будешь получать. Вот ты иди, сдавай экзамены, зачеты, все. Но никаких зачеток, ничего у тебя не будет. Ты это все получишь только перед госэкзаменом. И так и получилось. На госэкзамены мне вручили уже полностью зачеты, где были проставлены все мои предыдущие оценки. И таким образом я закончил этот вещественный институт. Это то, что меня связывало с Лженицыным. Я был в Америке, но, к сожалению, в Вермонт не удалось съездить. И не увидел я его там. Но потом встречался уже здесь, в Москве. Встречался один раз. И после этого больше чаще я встречался с Наташей. Последний раз мы виделись, ну, наверное, год назад. Она спрашивала, Володя, а у вас есть письма о Мусе? Я говорю, конечно, есть. Крепкие письма. Ой, вы знаете, у нас тоже есть. Мы выделили их в отдельный фонд, и они в архиве Солженицына находятся. Так что берегите их. Я говорю, ну, я постараюсь тоже, чтобы они не пропали, чтобы они попали в какое-то архиво-хранилище или в музей, потому что это часть нашей истории. Вот, дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Вот что я хотел рассказать вам. Я, Владимир Захаров, на сегодня прощаюсь с вами. До новых встреч. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова